Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Итоги вечеринки Ивлеевой. Кстати говоря, сегодня вторая часть вечером, на которую Бородин Виталий Николаевич пригласил полицейских приехать. Посмотрим, какие оттуда будут фотографии и видео. И вообще, состоится ли она, эта вторая часть. Но, вы знаете, я удивлен, сейчас скажу чему. Ну, вот сначала что. Депутат Государственной Думы предложил вырезать из эфира главных телеканалов участников голой вечеринки в этом вот ресторане или там баре. С таким предложением обратился к руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ, депутат из «Справедливой России» Дмитрий Гусев. Значит, по мнению чиновника, участники вечеринки Ивлеевой продемонстрировали неподобающее поведение. Причем сделали это в канун Нового года, который президент объявил годом семьи. Гусев считает, что участников нужно вырезать из эфира и убрать из титров. А если нельзя, то использовать замену изображения и голоса. Я его полностью поддерживаю. Но нашлись люди, которые говорят, а что они нарушили? Какой закон-то? С точки зрения морали и нравственности, да. А какой закон-то они нарушили, говорит Попов в программе «60 минут». Мы с вами поговорим об этом отдельно, там долго смотреть. То есть, гость выступает и говорит, это нарушение закона. А Попов говорит, а какой закон-то они нарушили? Какой закон-то? Ну, я постараюсь выступить, как-то сказать от себя, вот как мне кажется, какой закон. Президент Российской Федерации объявил год годом семьи. Традиционных ценностей, как я говорю, единственно правильных. Любовь мужчины к женщине, женщине к мужчине. И собрание публичных личностей в одном месте. Полуголых. Полуголых. Кто-то скажет, но Собчак написала. А что? Мол того, что где взрослому человеку ходить с голой жопой? Дома. Дом для этого есть. Если это делается в публичном месте, публичным человеком, который несет тройную ответственность перед обществом, то это уже совершенно иная вещь. Ну, оставим это. А как мальчики в лифчиках? Это нормально уже, да? А как мальчики, которые там в платьицах и в трусиках со стрингами? А как мальчики, которые на коленях около писюна в носке открывают рты? Попов, по-моему, кстати, даже депутат, ведущий 60 минут. Вот он говорит, а какой закон они нарушили? Он законотворец. Он, по-моему, депутат. И некоторые тоже пишут, что, мол, того, что отчет с точки зрения закона. И могут сказать, а вот вырезать, вырезать. А на основании чего? Есть преступление против, значит, морали и нравственности. И в этом смысле Астанина очень хорошо предложила, обратившись к генпрокурору, внести изменения в законодательство. Очень хорошо. Мы тоже об этом поговорим отдельно. А здесь я считаю, что действительно на основе всего того, что мы увидели, и на основе возмущения общества, впереди голубые огоньки. Я думаю, что, учитывая ваши комментарии, люди, даже те, которые включили бы для фона, не будут этого делать. Потому что им противно смотреть на этих людей. Поэтому я думаю, что их лучше всех вырезать. Всех абсолютно. И я думаю, что ничего страшного не случится. Можно еще время есть и отснять действительно талантливых. Кстати, хороший повод. Действительно талантливых людей, которые ездят на Донбасс, которых не пускают на эстраду. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на телеграм-канал Будда Гришна Новости и на Рутюб Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.